Дорогой отец Роман, ключарь собора, дорогие отцы, братья и сёстры, дорогой Юрий Витальевич, директор музея, всех вас поздравляю с воскресным праздником, с недели о блудном сыне, а нашу молодёжь поздравляю с Днём празднования православной молодёжи. Мы в праздник встретили, в каждом приходе провели богослужение и отмечали этот праздник на приходах. Сегодня мы в Соборном, в Песательном Соборе также отмечаем этот праздник, и я хотел бы огласить поздравление Его Святейшества, Святейший Петрарх Кирилла по случаю празднования Дня православной молодёжи. Дорогие братья и сёстры, сердечно поздравляю всех вас с великим двунадцатым праздником Средствия Господня и Днём православной молодёжи. Ныне мы воздаём хвалу Владыке и Творцу Закона, который, исполняя законы чин, был принесён Пречистой Девой в Иерусалимский храм для посвящения Богу, встречен праведными Симеоном и Иоанной пророчицей. Воспоминание об этом событии, несомненно, значимо для всей Церкви. Особую же актуальность тема встречи со Христом приобретает для молодых людей, ведь именно в юном возрасте, когда человек ещё не приобрёл жизненный опыт, он наиболее подвержен внешнему влиянию, далеко не всегда доброму и полезному, и порой лишён нравственных ориентиров. Наверняка каждый помнит важный момент в своей жизни, когда Господь впервые коснулся сердца, когда радость от того, что мы им любимы, начинает руководить всеми нашими поступками, когда хочется чаще бывать в храме и участвовать в таинствах Церкви, когда желание постоянно общаться с Богом, подвигать к молитве, чтению Священного Писания. Наш долг никогда не ослабевать в этом усердие и духовное возрастание. Чистая, благочестивая жизнь требует душевных и телесных усилий, и это в природном смысле подвиг, а любой подвиг легче совершать вместе. Сегодня в нашей Церкви существует множество молодёжных объединений, где юноши и девушки совместно молятся за богослужениями и приступают к таинствам, участвуют в интересных проектах, занимаются благотворительной деятельностью и социальным служением, общаются, помогают друг другу. Желаю всем крепкого здоровья и духовной бодрости, мира и радости о Господе, призывая на вас Его благословения, Кирилл Патриарх, Московский и Сия Руси. Я хотел бы также поздравить вас, дорогие молодые наши прихожане, братья и сёстры, с этим праздником. Молодёжь – это всегда превращение Церкви. Свящий Петр и Кирилл всегда на всех наших совещаниях, заседаниях обращают внимание архиереев на то, чтобы мы уделяли особое внимание молодёжи. Потому что молодёжь – это будущее нашей Церкви, это настоящее нашей Церкви. И поэтому, конечно, у нас в Петербурге есть много работы для молодёжи. Я очень рад, даже в это непростое время, при всех ограничениях мы смогли собраться соборно, помолиться Господу Богу, поблагодарить Его, что у нас возможность есть приходить в храмы и молиться. Конечно, мы должны с вами молиться, в первую очередь, за своих родителей. Каждый ребёнок, каждый молодой человек должен всегда помнить своих родителей. Нужно всегда на них молиться. Надо молиться всегда за бабушек и дедушек. Обязательно надо молиться. Надо молиться всегда за братьев и сестёр своих. Надо молиться всегда за своих друзей, за своих учителей. В общем, за всех тех, кто нуждается в нашей молитве. Вот если будем молиться, Господь будет давать нам благодать. Конечно, мы живем в особом мире. Мире вещей и всяких наслаждений. Какой соблазн бывает для молодых людей. Но мы не должны увлекаться всем тем, что увлекается, может, неверующая молодежь. Это не наш путь. Потому что никогда этим наслаждением конца и края не бывает. Желание нас полно у всех. Но желание даже нас совпадает с волей Божьей. Мы все хотим быть с вами счастливыми людьми. Всех хотим. А чтобы счастливым, чтобы наша воля совпадала с волей Божьей. Вот тогда будем мы с вами счастливыми людьми. Нам нужно стараться делать добро. А что такое добро? Добро – это то, что одобряет Бог. Вот Бог одобряет – это добро. Если Бог не одобряет, не надо делать. Это значит зло. Поэтому мы всегда стараться делать то, что Бог нам повелевает. А это мы узнаем с вами и чтение Священного Писания. Нужно читать нам постоянно хотя бы Евангелие. И там будем знать, что Бог одобряет, а что Бог не одобряет. Потому что если будем ввлекаться только одними земными потребностями, у нас не хватит времени действительно на добрые дела, на сострадание, на жертву, на помощь ближним. Потому что только о себе будем, о себе заботиться. А когда же на это время заботиться о других? Вот надо все-таки основное время тратить на заботу о других. Если будем с вами молиться, Господь о нас позаботится. Господь нам все даст. Ни одно доброе дело у нас с вами не пропадет. Господь все вознаградит и в этой жизни, и в будущей жизни. Поэтому всем я желаю нашим молодым людям, чтобы Господь, Матерь Божия и Ангел Хранитель всегда были с вами, а вы были с ними. Тогда будет самая добрая, хорошая и счастливая жизнь. Поэтому давайте трудиться, не лениться и стараться укреплять себя в молитве и добрых делах. Сегодня мы с вами вспоминали притчу о блудном сыне. Это тоже для нас с вами наставление, потому что Господь на примерах учил, как нужно правильно, нужно каяться и справляться, и не гордиться праведностью. Мы, конечно, все сами как бы порицаем младшего сына, который все расточил, имущество, которое отец ему дал. Но и старший сын не блестит здесь. Он тоже показан в таком свете нехорошем. Явился брат с покаянием, пришел домой. Вместо того, чтобы порадоваться, что младший брат вернулся, он даже не хочет на него глядеть. Отец уговорит, ну войди в дом, ну порадуйся. Радуйся. Брат-то был мертв, нашелся, смотри. Нет, не хочу радоваться. Не хочу. Господь призывает всех нас радоваться, каждому кающемуся грешнику. Ведь все мы сами грешники. Только одни, может быть, скрываются у грехи невидных, а другие открыто получаются грешат, и их всех видно. Но в любом случае надо всем нам каяться и справляться. И Господь наш, Царство Небесное, всех нас ждет, всех нас прощает, всех нас укрепляет и помогает нам войти в Царство Небесное. Я хотел на память с Роман подарить нашему собору вот икону Желоначальной Троицы. Пусть она объединяет нас всех, в единение приход, чтобы здесь молодежь была, и старшее поколение, и среднее, все приходили и спасались. Хотел также я от соседа просил огласить наш один добрый человек, отмечал в юбиле недавно, свежий патриарх Кирилл, достойно его патриаршной награды, просил огласить грамоту. Указ святейшего патриарха Московского и всея Руси. Во внимание помощи Санкт-Петербургской епархии и в связи с 55-летием со дня рождения Кононов Андрея Анатольевича, генеральный директор Международного благотворительного фонда Гронштадтский Борской собор... Спасибо, вы не обладаете? Такой тиши не было? Не было. Главное молитву, Владимир. Вот работаем. Шитага равна апостольного князя Владимира Кирилл Батриарх Московский и всея Руси. Аксиос! 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 Все, посюда. Пожалуйста. Ваше Высокое Священство, дорогой Владыка Врацанофий, спасибо за то, что сегодня вы были с нами или мы были с вами за эту праздничную замечательную службу. Хочу всех поздравить с сегодняшним замечательным днем, замечательным праздником. Так много молодых людей сегодня в храме. И хочу напомнить, что, трудясь и под Вашим руководством, и совместно с Вами, мы вот прошлый год провели под знаком 800-летия великого князя благоверного Александра Невского, нашего героя, так сказать, олицетворения и церкви, и государства нашего. Вот. А нынче мы вступили тоже в очень важный год, который нам напоминает о тех героях, которые уже в более поздние времена, но тоже не щадили ни живота своего, но жизнь свою положили и за Отечество, и за Святую Церковь. В этом году сто лет со дня мученической кончины священного мученика Вениамина, который очень тесно был связан с Исаакиевским собором, очень много здесь служил, очень много уделял ему внимания. Вот. А в сегодняшнем дне... Спасибо. Вот образ, образ замечательный, написанный нашим художником и конопистом Георгием Панайотовым. Спасибо, Господи. И я думаю, что мы много сделаем для того, чтобы прославлять его, изучать его жизнь, изучать его подвиги. Спасибо. С праздником. Спасибо, Господи. Поздравляю с принятием Святых Христовых Тайн, простой свободарственной молитвы. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!